Когда ты свои ошибки вслух признаешь и извинишься, и он Звиаду Константиновичу говорил вслух. И тогда Ельцин тоже был не совсем на уровне, когда его министр оборонный Грачев бомбил сухо. Нужно, чтобы в регионах каких-то общественных наших приемных или мы не считаем нужным это сказать и хотим подоградить? По внутренней политике записать и предложить такую решерму. Валерий Петрович, пусть здесь секунду я объявлю следующего. Главные свободы. Вот тогда будет понятно, на кой черт этих людей поддерживает голосование. Тем людям, которые сегодня будут составлять программу, утверждать ее. Пояснение. Мы готовы ответить на любые вопросы. Мы все включили наши микрофоны и готовы удовлетворить. Ходите кто-нибудь знает за Владимиром Санычем. Выборы без оппозиции выборами не являются. Очевидно, что зачищенное политическое поле за последние 10 лет превратило выборы в фарс. Если они осмелятся нас не зарегистрировать, то фактически они расписываются в нелегитимности выборов. Причем и парламентских, если наш кандидат на президентских выборах не будет зарегистрирован, то значит и в президентских тоже. А Россия является членом ОБСЕ. Да, мы взяли на себя обязательство проводить в стране честные, транспарентные выборы. За годы правления Путина и Медведева таковых у нас не было. Козырин Таймс, хотел спросить два вопроса. Первая вещь, планируете ли вы в рамках этой кампании? И очень в панике будет находиться к этому моменту. Поэтому мы уже сегодня говорим о будущей избирательной кампании. Сегодня, в России, ситуация очень разная. Очень разная от любого другого европейского страна. Сегодня, русская оппозиция, русские демократы, или любого другого индивидуального политического группа, индивидуального от Кремля, нет доступа к выборам. Мы не имеем право, чтобы участвовать в выборах в данный момент. Поэтому главный цель для следующих шесть месяцев, мы имеем в виду, чтобы создать такие общественные оппоненты, such a pressure on authorities, so that they will start implementing a Russian constitution, so that authorities will start implementing international obligations.